Вы владели инициативой, но обидное поражение в конце пропустили. Вообще какие эмоции и давило ли на команду, что перед этим туром на первое место забрались? Нет, абсолютно не давило. Наоборот, мы вышли с большой мотивацией. Мы хотели выиграть, мы хотим вообще каждый матч выиграть. То, что сегодня произошло, мы считаем казус. То есть, первых два гола абсолютно наши, мы считаем, что наши ошибки привлекли к нашим воротам. Мы немножко расстроились, но в перерыве мы завелись, мы хотели выиграть, мы отыгрались. Теперь забить еще, но пропустили. Ну, Шинек сегодня держал оборону. Получается, что сложно было взломать такие редуты оборонительные? Либо просто в собственной игре не доработали в атаке? Да нет, я считаю, просто мы не реализовали те моменты, которые у нас были. Мы хорошо играли, хорошо контролировали мяч, и у Шинека дали шансы на него. Но опять же, одно убегание, одна атака, и... Ну, это подломило нас, знаю, немножко. Вот пропущенные мячи, особенно в третьей, в частности, когда игрок убегал, и, в принципе, там могли футболисты роттера встречать его, там, может быть, сфалить в центре поля, но как-то отпускали. Это... В чем это, может быть, причина, что так как-то дали пробежать парню пол поля? Ну, это наша ошибка, конечно. Это мы должны были либо фалить, либо уже обладали границу штрафную встречать, чтобы не было этого гола. Будем работать, будем исправлять эти ошибки, чтобы мы были на первом месте, опять вернемся в свое место. Сегодня вам удалось отличиться, первый гол, поздравляю. Вот какие эмоции именно от забитого мяча? Положительные еще. Очень положительные. Да, я рад, что это будет. Ну, опять же, я играю на команду, и командные результаты, но это не важнее, чем личные. Такой график и ФНЛ, три матча за девять дней, сейчас еще кубок. Не тяжело ли в таком ритме сейчас жить? Не, ну, понятно, что тяжело, да, кубок сейчас совсем не вовремя. Мы уже сыграли, получается, в Си-Хай-Тигр, грубо говоря. Из них мы сыграли три на выезде, четыре на выезде. Вот, поэтому, да, это тяжело, тем более кубок тоже будет на выезде. Но мы готовились, мы тренировались, мы были готовы к этому графику. Ну, какие сейчас мысли на Аланию? Разбирали ли этого соперника? И в целом, лично вы как оцените, повезло с жребием и ротору или нет? Нет, мы не разбирали этого соперника, потому что мы готовились к шиннику, к этому определенное время. Мы сейчас, завтра, наверное, будет у нас теория, да, соперника мы будем их разбирать. Ну, повезло или нет, не знаю, какая разница, какая команда. Мы с любой готовой командой играть и выигрывать, поэтому мы будем побеждать. Какой-то есть вопрос? Спасибо. Все, тогда спасибо и возвращайтесь с победой из Владикавказа. Спасибо, да, большое спасибо.